Здравствуйте, друзья! Сейчас я вам покажу пример чудовищной бесхозяйственности. Вот здание на Горького 239. Довольно красивое, интересное здание, старое. Посмотрите, в каком оно жутком состоянии. Посмотрите, что у нас тут происходит. Видите, собственник здания и кондиционеры поставил, и окна пластиковые. А крышей вообще не занимаются. У них дерево растет на крыше. И вот эта вот штукатурка, которая обвалилась, естественно, она обвалилась не просто так, а из-за того, что водосток забился когда-то. И, ну, еще и делать они ничего не хотят. А посмотрите здесь. У них полуподвальное помещение внизу. Вот под этим окном прикрыто крышкой, а тут крышки нет, и оттуда прямо растут деревья. То есть, ну, не должны были деревья расти, это ни клумба никакая. Это реально, у них из подвала растут деревья. Вот посмотрите, им, наверное, несколько лет уже. И собственнику здания абсолютно наплевать, что у него здесь происходит. А кто собственник здания? Давайте посмотрим, что у нас тут. Администрация Ростова-на-Дону. Ростов, ввод, строй, эксплуатация. Вот, кто здесь находится. Посмотрите, еще стройтехснап, художественная галерея, какие-то адвокаты, еще и еще. Ну, короче говоря, помещения сдаются. Здесь снимают помещение. И вот посмотрите, что творит собственник здания. Значит, деньги у него, разумеется, есть, потому что есть арендаторы. Посмотрите на состояние водосточной трубы. Она не доходит до конца. Здесь канавка забитая землей. То есть здесь она не функционирует, и здание подтапливается. Вот дерево, которое тут растет. Даже не дерево, а деревья. Вот прямо вот из подвала они растут. Это не какая-то, не клумба, ничего, не думайте. Это именно подвал. В подвале растут деревья. Вот наш Ростов-Водстрой-Эксплуатация. Вот они. Министерство природных ресурсов и экологии, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное государственное бюджетное учреждение Донской бассейново-информационно-аналитический водохозяйственный центр. Дон-Вод-Информ-Центр. Ну то есть, представляете, вот здесь занимаются, вот здесь находятся организации, которые занимаются, собственно, водой. То есть, занимаются сооружениями гидротехническими. Вот посмотрите. И у них вот, у них прямо у здания, вот это гидротехническое сооружение, что называется водосточная труба, не доходит до самого низа. Там водосточная труба не доходит до самого низа, забита. Здесь деревья растут из подвала. На крыше растет дерево и обвалилась штукатурка. Вот что это такое? Кто собственник этого здания? Почему это здание так плохо содержится? Или надо проверку какую-нибудь организовать там, Министерством водных ресурсов? Кто директор этого здания? Почему директор этого здания, ну, кто там, собственник именно, не занимается этим зданием? О, котик здесь живет. Это хорошо. Спасибо. Спасибо.